Сегодня у предпринимательских сообществ России и Китая налажены теплые отношения. Двустороннее сотрудничество уже привело к положительным результатам. В этот раз наладить взаимодействие и обсудить партнерство. В Химке приехали представители ассоциации производителей пресс-форм провинции Джэцзян. Благодаря встрече двусторонней, которая состояла здесь, спасибо российской стране за приглашение. Мы надеемся, что в ближайшем будущем мы выйдем на новые масштабы сотрудничества. Есть потенциал для развития. Пресс-формы, которые произведены в Китае, считаются локомотивом в индустрии. Объем выпускаемой продукции покрывает одну третью мирового рынка. В 2023 году экспорт из провинции Джэцзян составил более 800 миллионов юаней. Сегодня китайские предприниматели, несмотря на уверенные позиции, продолжают совершенствовать свое производство. На встрече представители Китайской ассоциации и Химкинской торгово-промышленной палаты поговорили о совместной коллаборации. Все китайские производители готовы сотрудничать с нашими российскими производителями. Сегодня вот именно обсудили по взаимодействию с китайскими пресс-формами. Я думаю, что дальше наши китайские коллеги передадут своим предпринимателям на своей территории, что есть потребность не только в пресс-формах, есть потребность еще и в других взаимодействиях по китайскому сырью, китайской продукции, а также возможность, что китайские коллеги откроют в нашем Подмосковье свои представительства. Торгово-промышленная палата Московской области представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса. Главная цель – повышение роста экономики регионной страны. Сегодня в Союзе более пяти тысяч предпринимателей, которые не стоят на месте, идут в ногу со временем, стараясь применять только современные технологии. У бизнеса общества России и Китая много совместных планов. На встрече также подписали сертификат о дружбе и сотрудничестве.